Здравствуйте! Это итоговый выпуск информационной программы День Республики. Все, чем запомнилась уходящая неделя, смотрите прямо сейчас. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Обустройство дорог одно из приоритетных направлений в развитии инфраструктуры Калмыкии. Благодаря поддержке правительства России повышаем качество автодорожного комплекса. В 2022 году приведены в норматив 130 км региональных дорог против 93 км прошлого года. Расширили до четырех полос участок трассы Р-22 вблизи поселка Кировский Сарпинского района. В рамках капитального ремонта выполнили работы по устройству основания и нового дорожного полотна. Системы водоотвода заменили водопропускные трубы, отремонтировали съезды и укрепили обочины. В целом планируем до 2025 года привезти в четырехполосное исполнение более 55 км автодороги Р-22 Каспий на подъезде к Элисте. Системно прорабатываем вопрос дальнейшего ремонта дороги и листа Арсгерменводы. Уже разработали проектно-сметную документацию, определили подрядную организацию. Планируем к концу июля 2023 года отремонтировать 25 км данного участка, в том числе на самом проблемном с 31 по 33 км. Всего за три года из 1189 км региональных дорог в нормативное состояние приведены 327 км, заключил глава Калмыкии Батухасиков. В рамках государственной программы комплексное развитие сельских территорий досрочно завершена реконструкция водопроводных сетей в Лагане. Заменены разводящие сети протяженностью более 16 км на общую сумму 130 млн. рублей. Глава Калмыкии Батухасиков поделился. В следующем году по проекту «Современный облик сельских территорий» установим здесь энергосберегающее уличное освещение протяженностью более 5,5 км. 430 светодиодных светильников и щит наружного освещения с узлом учета электроэнергии. Это позволит снизить бюджетные расходы, улучшить безопасность дорожного движения и условия проживания граждан. В рамках госпрограммы комплексное развитие сельских территорий на 2023 год региону выделены субсидии в размере 247 млн. рублей. Направим их на улучшение жилищных условий сельчан, строительства и приобретение жилья. Создание комфортных условий для проживания в селах Калмыкии – вопрос приоритетный. Все, что мы делаем в этом направлении, призвано не только сократить разрыв в качестве жизни между сельским и городским населением, но и снизить отток жителей сельских территорий. По поручению министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова в Калмыкии проведут исследования и разработку мероприятий, необходимых для увеличения площади лесов и предотвращения опустыневания в регионе. Вопрос озеленения имеет большое значение для нашего региона. Продолжаем системно работать в этом направлении, и здесь поддержка федерального ведомства очень важна. Наша цель к 2030 году – увеличить площади земель лесного фонда с 56 тысяч гектаров в 2021 году до почти 97 тысяч гектаров. Это позволит улучшить динамику поглощения парниковых газов почти вдвое, и положительно скажется на экологии и Калмыкии, и соседних регионов, поделился глава Калмыкии Батухасиков. И отметил, что в этом году Калмыкия вошла в число наиболее активных регионов участников всероссийской акции «Сохраним лес», в ходе которой на землях лесного фонда республики площадью более 1111 гектаров высадили почти 2 миллиона саженцев фиаза, дуба, акации, джузгуна и смородины. К слову, в 2020 году было высажено около 340 тысяч саженцев на территории почти 196 гектаров, а в 2021 году чуть менее 1 миллиона 300 на 659 гектарах. В Элисте состоялась 32-я сессия Народного хурала парламента Калмыкии. В рамках встречи депутаты рассмотрели порядка 20 вопросов, ключевым среди которых стал проект закона о республиканском бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Представленная парламентариями во втором чтении инициатива подготовлена с учетом некоторых изменений. В первую очередь корректировки были обусловлены изменением объемов безвозмездных поступлений из федерального бюджета в связи с принятием проекта федерального закона о федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов. Бюджет у нас всегда социально ориентированный в республике, направлен на поддержку наименее обеспеченных слоев населения. Но я бы хотел отметить, что беспрецедентные суммы будут выделены на развитие АПК, что для меня очень важно. То есть сельского хозяйства это, в общем-то, наверное, главное направление в развитии экономики республики. У нас получается, где-то мы до 900 миллионов выделим средств. Будут выделяться средства на комплексное развитие сельских территорий. Там порядка 3 миллиардов планируется выделить. Это очень важно, потому что там надо решать и вопросы водоснабжения, и вопросы социальной сферы села. Потому что сельские территории это все-таки каркас нашей страны. И нам необходимо, чтобы люди в сельских территориях, чтобы люди жили так же комфортно, как и в городах. Ну и вот, пожалуй, впервые мы рассматриваем достаточно серьезный вопрос природоохранной деятельности. Будут выделены деньги для восстановления лесов, для создания водоснабжения новых систем. Хотя мы прекрасно отдаем себе отчет, что нам придется, наверное, в следующем году посмотреть еще вопрос водоснабжения отдельно, потому что это крайне актуально, крайне важно. И вот как раз сегодня на сессии говорили о том, что республике нужны инвестиции. А для того, чтобы пришли инвестиции, нам нужна, чтобы была действующая инфраструктура. То есть дороги, электричество, в том числе и вода. В Калмыкию прибыла делегация из Бурятии. В ее составе представители Министерства сельского хозяйства, Государственного племенного объединения, ученые и фермеры. Гости из Братской Республики уже ознакомились с работой крестьянско-фермерских хозяйств Калмыкии. Фермеры поделились своим опытом с коллегами по вопросам кормления и выращивания ремонтного молодняка. Кроме этого, были затронуты проблемные вопросы ветеринарии и зоотехнии. Также гостям рассказали о современных методах и подходах при выращивании крупного рогатого скота. Средний суточный прирост массы тела у молодняка составляет 800-900 граммов. В КФХ Геннадия Багаева порядка четырех сотен откормочного поголовья. Фермер не первый год специализируется на откорме бычков калмыцкой породы. Их же выращивают и в Бурятии. Республика Калмыкия представляет для нас большой интерес. По сути, мы одни и те же люди. И когда вопрос ставили, надо съездить к братьям калмыкам, посмотреть, как они работают. Это то же самое. У нас традиционно мы кочевой народ. Также всю жизнь занимались скотоводством крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, лошади. И нас интересует на сегодняшний день крупный рогатый скот, приемы и методы и технологии откорма, которые существуют в Калмыкии. Калмыкия к этому направлению поступила гораздо раньше, уже лет пять, как интенсивный откорм осуществляется в республике. И, конечно, нам интересно, как это организовано, как это вообще все проходит. И, скажем, мы нашим фермерам, нашим сельхозтоваропроизводителям, ну, очень интересно на самом-то деле, как организованы самые процессы. В принципе, да, конечно, мы теоретически знаем, как это все делать. Ну, вот, хотелось посмотреть на практике, как здесь у местных фермеров, у местных сельхозтоваропроизводителей организовано откорм. Мясо молодых животных калмыцкой породы по своим вкусовым качествам высоко ценится на рынке. При этом оно отвечает требованиям мировых стандартов и ценится по всему миру, говорят представители Минсельхоза Калмыкии. Республика Калмыкия, как и Республика Бурятия, базовый регион, да, регионы по развитию мясного скотоводства. Ну, и, соответственно, Минсельхоза России поставлена задача по, значит, так сказать, по переходу к интенсивным ведениям мясного скотоводства. Данное направление мы активно развиваем с 2017 года. То есть, с следующего года Минсельхоз России вводит новую меру поддержки, это по откорму и реализации на убой. Данное направление мы финансируем с 2017 года. Поэтому, значит, делегация из Республики Бурятия посетила наш регион, как бы, да, перенять этот метод, значит, обменяться опытом данного направления. Поэтому задача у нас продемонстрировать ряд хозяйств, которые вот именно специализированно занимаются в этом направлении. Поэтому задача поделиться как технологией мясного скотоводства, кормлением, значит, содержанием, как, значит, возможность развития агробизнеса на небольших площадях. В данном случае, в данном хозяйстве, это 2 гектара. В рамках визита также запланирована встреча с Кабмином Республики, встреча со студентами Каламгуму имени Гордовикова, в ходе которой планируется подписание соглашения по обмену студентами. Как отметили представители Высшей Школы Братской Республики, в регионе ведется программа по активному привлечению молодежи в сельское хозяйство. Как раз-таки мы хотим это запланировать, чтобы у нас появилась сетевая магистратура, чтобы наши студенты к вам приезжали и ваши к нам приезжали. Да, основные направления у нас используются для обучения студентов. Все передовые технологии мы внедряем в образовательный процесс. И здесь, как бы, сегодня мы тоже присутствуем для этого, чтобы перенять опыт Республики Калмыкия, животноводов в наших технологиях. Новые меры государственной поддержки. Финансовое обеспечение на приобретение племенного молодняка доведены до фермеров региона. В этом году Министерство сельского хозяйства Калмыкии увеличило господдержку племенного животноводства почти в два раза. Общая сумма составила более 200 миллионов рублей. Конкурсный отбор на приобретение молодняка получили пять предприятий. Далее подробности. Более 800 молодых ярок пасутся в степи под чутким присмотром старшего чабана. Мажид Ахмедов обладает большим опытом. Не первый год выращивает маточную оттару и получает хороший приплод. 12 лет работаю где-то. И 10 лет я проработал помощником. И имею хороший опыт в работе именно с овцами. Работал раньше на маточных оттарах. И непосредственно опыт уже имею. Конечно, сохраним. Овцы хорошие. Нормально, вот видите, распаслись. Уже, можно сказать, сытые, наедаются. Принимали поголовья под контролем руководства. Заготовили сено, закупили корма и почистили все помещения. Чабанов обеспечили также и продуктами – картофелем, луком, мукой. Ну, все в штатном режиме уже. Ну, посмотрим дальше больше. Обычно в конце месяца, в начале декабря, этот самый может погода показать, если снег пойдет или заморозит. Ну, все, в принципе, нормально. Ветеринарный контроль и осмотр прошла каждая единица, говорит главный зоотехник Савар Басхамджиев. Скот закупали в соседних хозяйствах республики. Всего же в этом году было приобретено 3000 голов овец, которые распределили по хозяйствам. В рамках предоставления из республиканского бюджета нам было выделено на финансовое обеспечение затрат на приобретение племенного молодяка. Для увеличения поголовья, маточного, в первую очередь, получается, через год мы уже от первой тысячи, которую мы взяли, перьярок, мы уже наш год получим приплод. Наверное, получим нормально. Зимок уже начался, ну, в штатном режиме все. Корма мы обеспечили их, также подвозим, еще закупаем, что грубые корма, что зернофураж. У нас 62 точки и получается более 36 тысяч. У нас овец, маточного поголовья более 18 тысяч. Скотоводство в Калмыкине меняло столетиями, а в век цифровых технологий открываются новые возможности развития сектора АПК. Вывести на новый уровень животноводства сейчас главная задача государства, говорит в Рио министр Минсельхоза Тимур Гаваев. Благодаря беспрецедентным мерам поддержки, оказываемой главой Республики Калмыкия Бату Сергеевичем Хасиковым, сельхозорганизации Республики получили такую поддержку, как за покупка племм молодняка. Всего сельхозорганизациями было закуплено 6,5 тысяч овец и 100 голов КРС. С селообразующими организациями, это те организации, где число работников составляет не менее 10% от трудоспособного населения ИСМО и также оказывают существенное влияние на экономику как в районе, так и в Республике Калмыкия в целом. В целом на указанный вид поддержки было выделено порядка 82 миллионов рублей. Благодаря правительству Республики и Минсельхоза России уже в следующем году господдержка будет увеличена, заверили в профильном министерстве. Главный акцент – увеличение поголовья мелкого и крупного рогатого скота. Ну а лидирующие позиции в аграрном секторе всегда будут сохраняться. Геляна Багаева, Светлана Аджиева, Борис Анжураев, информационная программа «День Республики» и Ашкульский район. В связи с улучшением эпидемиологической ситуации, сезонным гриппом и ОРВИ, главный государственный санитарный врач Республики Джангер Санджиев принял решение возобновить работу детских садов, школ, колледжей Республики с 20 декабря. По итогам прошедшей недели мы видим снижение заболеваемости в возрастной группе детей, так называемых организованных детей, это от 3 до 6 лет и от 7 до 14 лет. Мы видим здесь хорошее снижение заболеваемости, но мы также видим 25% рост заболеваемости среди взрослого населения и незначительный рост заболеваемости среди детей от 0 до 2 лет. Общие темпы заболеваемости по всем возрастным категориям в Республике, рост у нас составил 0,6%. На фоне других регионов, в том числе наших соседей, где отмечается кратный прирост заболеваемости, мы в принципе находимся в благополучной зоне. И все вот эти данные эпидемического мониторинга, текущая ситуация, готовность лечебной сети к развертыванию дополнительных коек, те противопедемические мероприятия, которые были проведены своевременно, позволяют нам на сегодня принять решение о снятии вот этих всех ограничений. Перераспределяя силы, исправляемся с ситуацией, сообщил министр здравоохранения региона Булат Сараев в ходе прямого эфира. Основной тематикой поступивших вопросов от жителей Калмыкии стала эпидемиологическая ситуация по заболеваемости ОРВИ и гриппом. Так, министерством продолжается активная работа по снижению темпов заболеваемости и своевременного оказания помощи заболевшим. По словам руководителя ведомства, усилилась работа колл-центра в поликлинических службах, а также увеличилось количество бригад неотложной помощи. Отдельное внимание было уделено фильтрбоксу, где ведется прием пациентов с признаками ОРВИ и гриппа. Мы увеличили, во-первых, время работы этого центра, увеличили количество врачей, которые работают на 27-м проезде, и с четверга, плюс еще один врач будет работать для того, чтобы охватывать максимальное количество пациентов, и не было такого количества очередей и болеющих пациентов в одном месте. Но хотел бы отметить, что у нас так устроена система здравоохранения, что усиливая одни меры, мы, к сожалению, вынуждены перераспределять наши ресурсы, ограниченные. Мы все знаем, что у нас здравоохранение, безусловно, и кадровые, в том числе, ресурсы ограничены, поэтому перераспределяя ресурсы, мы определенным образом оголяем, конечно, другие направления, вынуждены временно, но тем не менее. Затронули в ходе эфира и сложности с записью на прием к врачу через онлайн-платформы. Как подчеркнул министр, они постоянно мониторят соцсети по обращениям граждан и активно решают технические сложности, возникающие перед жителями республики. У нас комплекс проблем и организационные, и технические. С техническими мы сейчас разбираемся. Эта проблема, наверное, зародилась, собственно говоря, при внедрении этого цифрового сервиса. Мы сейчас активно работаем с подрядной организацией, той, которая, собственно говоря, нас обслуживает и является производителем этого программного продукта, настраивает. Поэтому я думаю, что к концу года тут не так много осталось, но у нас задача стоит в первую очередь решить эту проблему, потому что управление потоком пациентов – это одна из основных задач, которую мы должны решить. Сформирован новый состав Общественной палаты Калмыкии. Накануне прошла 32-я сессия Народного хурала республики. Среди 20 вопросов, рассмотренных депутатами, значилось и утверждение состава Общественной палаты региона. Также ранее глава Калмыкии подписал указ об утверждении списка. Напомню, Общественная палата была создана с целью контроля разрабатываемых законов и нормативных актов, которые касаются граждан. Отмечу, что все решения носят рекомендательный характер. В число нового состава палаты вошли Батар Мучаев, Анатальян Кудаева, Максим Тюмидов. Все они отметили, что в новом для себя статусе будут поддерживать инициативы по развитию образования, социальной сферы и молодежной политики, а также спорта. Построение гражданского общества невозможно без взаимодействия самого общества с надстройкой, с властью. Общественная палата как раз служит своеобразным мостом. То есть какие-то инициативы от граждан, они в принципе должны сначала пройти какую-то экспертизу в общественной палате, а потом они будут уже в таком сформированном виде, как говорится, продвигаться дальше уже с помощью общественной палаты. Мой интерес работы в общественной палате, наверное, будет заключаться прежде всего в сфере образования, потому что я многодетный папа, у меня все дети учатся до сих пор, самым младшим во втором классе. Ну и в экологии, наверное, потому что я ею занимался давно, и у меня образование инженер-гидротехник, гидротехнические сооружения, гидротимные сооружения. Надеюсь внести свой вклад в решение социальных проблем, в поддержке молодежных инициатив. Самая многодетная мать и считаю, что поддержка детства и молодежи – одна из главнейших задач. Общественная палата – это хороший мост диалога между молодежной общественностью и властью, что даст, я думаю, хороший плюс для развития молодежи нашего города и в целом для того, чтобы продвигать инициативы молодежных спортивных организаций. Гостиницы из Калмыкии в числе лучших восьмого всероссийского конкурса «Туристический сувенир». Об этом поделились участники конкурса в ходе брифинга в пресс-центре Рея Калмыкия. Напомню, финал всероссийского конкурса состоялся в Москве. В этом году было подано 2609 заявок из 72 регионов страны. Участники из Калмыкии смогли выйти в финал и привлечь внимание жителей других регионов к национальной культуре республики, поделилась Елена Киштанова. Для чего этот конкурс вообще был создан? Не просто распределять какие-то места и выявлять победителей. Самое главное, вот девиз этого конкурса для чего? Для того, чтобы научить российских сувенирщиков, тех, кто задействован в сувенирном бизнесе, научиться делать хороший, качественный продукт. Потому что никому не нравится, когда в магазинах импортные товары представлены. Все хотят делать свое, и тем более, если еще это национальные республики, мы должны делать с национальным колоритом, представлять своих мастеров, представлять своих производителей. И представлять их не просто вот-вот сделал, пожалуйста, вот я вот нарисовала и радуйтесь жизни, но еще сделать это на хорошей упаковке, с хорошей подачей, с хорошими национальными, какими-то народными легендами. Вот всему этому учит этот конкурс. Также восторженные отзывы получили сувениры лидинцы в форме бюриков от Евгения Каменовой и региональный туб с калмыцкими консервами Сергея Легкоступа. Приняла участие впервые по совету Лены Александровны. И могу сказать, что туристический сувенир, сам конкурс, это отдельное сообщество, которое включает в себя не только мастеров народных промыслов, но и маркетологов, и специалистов в сфере туризма, которые на отборочных этапах и на самом финале помогали нам в презентации нашего продукта, в идеях для следующих сувениров и также помогали в упаковке. Многие же учились просто на каких-то штампах, да? То есть все брали там, не знаю, там, ну, неважно какой-то там бренд, да, и по нему готовы там как-то развиваться, делать что-то похожее. А нам не нужно то, что похоже. Нам нужно что-то свое, чтобы отвечало, ну, не знаю, колоритую, если уж хотите. Я не калмык, поэтому могу говорить какие-то, да. Что там же, чтобы отражало именно уникальность самой по себе республики. Ни одно десятилетие трагедии выселенных народов оставалось запретной темой. Только в начале 90-х 20-го века калмыцкие ученые предприняли попытки по крупицам восстановить 13 лет депортации калмыцкого народа. Вначале был подготовлен сборник научных статей из воспоминаний очевидцев, но это были поверхностные сведения, говорят ученые. Мало что было известно о быте калмыков. Все эти сведения хранились в федеральных архивах и архивах Сибири. Доступ во многие из них был закрыт. Спустя десятки лет ученым калмыцкого центра удалось наладить сотрудничество. И он рассеян на огромных пространствах. На территории нескольких регионов. Новосибирская область, Омская область, Томская область, Свердловская область, Алтайский край, Красноярский край. Это вот шесть регионов, на территории которых проживали больше всего калмыков в период спецпоселения. Какие-то группы калмыков проживали на территории Сахалинской области, Кемеровской области и так далее. То есть калмыки были рассеяны на огромных пространствах. Соответственно, сведения о них отложились в архивах всех этих регионов, всех этих муниципалитетов. И не существует никакого обобщающего каталога этих сведений. Не существует никакой-то единой базы данных, куда мы могли бы обратиться и посмотреть. Хотя бы элементарно сведения на родственников. Это практически невозможно. В течение двух месяцев сотрудники Калымен Сейрана работали в сельских архивах Алтайского края в поисках сведений о калмыках, выселенных в годы Великой Отечественной войны. По словам замдиректора Калымен Сейрана Александры Баяновой, им удалось найти сведения в информационном центре МВД Алтайского края. По неуточненным данным, в краю проживало более 14 тысяч калмыков только взрослого населения. Ну, это были стандартные сведения. Фамилия, имя, отчество, год рождения, место рождения, место, откуда человек высылался, место, куда он прибыл, состав семьи. Ну, это стандартные данные. Но нам показалось этого мало, потому что вот эти сведения в информационном центре, они были составлены в 1949 году. То есть с 1944 по 1949 по 1948 год данные эти нигде не фиксировались. А в этот период люди рождались, люди умирали. Поэтому вот эта цифра 14 233, это не окончательная цифра и недостаточно достоверная. Хотя по некоторым данным говорилось, что там больше 22 тысяч. Алтайская ученая, доктор исторических наук Щеглова утверждает, что там 18 тысяч было калмыков. И точности, вот достоверную цифру, сколько же калмыков проживало в Алтайском крае, было выслано, депортировано в Алтайский край, мы до сих пор выяснить не можем. Несмотря ни на что, сегодня мы должны помнить о том, какие тяготы пришлось принести нашим предкам в годы депортации. Долгих 13 лет они были изгнаны. Многие так и не вернулись из Сибири. Некоторые из них просто не доехали до пунктов назначения в декабре 43-го. Сейчас восстановить их данные невозможно, говорят специалисты. Просматривая по хозяйственной книге Шипуновского района, удалось установить, что калмыки проживали в основном в селах Нечунаева, Бобровки, Хлопунова, Родина, Шипунова и в исчезнущем ныне селе Петропавловка. В калмыкии в основном работали в свеклосовхозах, зерносовхозах, кармасовхозах, племсовхозах, свиносовхозах, птицесовхозах, зверосовхозах и леспромхозах. Также записи во многих по хозяйственных книгах производились простым карандашом, неразборчиво, чернила практически выцвели, что вызывало сложности при сканировании этих книг. Как правило, запись сокращалась до нескольких букв и написаны не по правилам современной орфографии. В этом году праздник Зул отмечается 18 декабря. По лунному календарю наступает год черного водяного зайца. Главный ритуал дня – продление жизни. По традиции на Зул калмыкии, даже если их дни рождения приходятся на другое время, становятся старше на один год. Причем все одновременно. О том, как готовятся жители республики к национальному празднику, в нашем следующем видеоматериале. Каждая калмыцкая семья накануне Зул готовит традиционное угощение борцыки. Рецепт приготовления теста у каждой хозяйки свой. Мучные изделия имеют разную форму, и каждая из них несет определенный смысл. Семья Санжураевых в этот день старается соблюдать все традиции предков. К этому приучают и внуков. Вместе сделали борцыки, с тем же они распознали, научили. Им очень интересно, что названия у них такие. Почему не просто борцык, а он имеет свое значение. Что наша культура, наши традиции очень богатейшие. Поэтому им было очень интересно. Без калмыцкого ароматного чая не обходится ни один национальный праздник. Он должен быть сварен с добавлением молока, масла и мускатного ореха. Первую пиалу ставят на алтарь. После эту пиалу чай выпивает самый младший в семье. На праздничном столе традиционные продукты – масло, мясные блюда, сладости. Помимо этого, к празднику запасались впрок топленым маслом, жиром собирали ковыль, из которого делали обрядовые свечи. Вот с малого детства, я вот помню, мы с матерью выходили в степь, и мать собирала вот этот ковыль. Я спрашивал, а что мы собираем? И она мне говорила, вот наступит праздник, зула, и вот на праздник нужны вот эти стебельки. Вот она мне объясняла. Даже в те тяжелые времена в Сибири они тоже собирались. Для них это было, ну как, ну как сказать, отдушина, что ли. Они ждали этого дня, зула и тараса. Из картошки делали лепешку, лодочку тоже из картошки делали. Праздник зул у калмыков принято встречать в чистоте и обновках, поэтому накануне праздника надо провести генеральную уборку в доме, а в день зул следует непременно отдать дань уважения родителям и просто пожилым людям. Вечером проводится особый ритуал. Когда на небе появляются звезды, зажигается лампадка, которую называют ладьей жизни. Готовится лодочка из пресного теста. Внутри закрепляются пучки из стебля травы ржанец. Их должно быть столько, сколько членов семьи. А в этой лодочке всем нашим членам семьи прибавляется по два года. Моей внучке старшей 11 лет. Когда она находилась у троби, ей уже был прибавлен один год. Затем в день зул прибавляется еще один год. В этот день во всех хурулах Калмыкии проводятся молебны. С раннего утра в центральный храм приходят верующие, чтобы совершить обряд продления жизни, сделать подношение ламе Цанкапи. Ведь зул отмечается и как день рождения и ухода в паренирвану основателя буддийской школы Гелук. Очень многое в нашей жизни зависит не сколько от расположения звезд и планет на Земле, сколько от действий самого человека. Поэтому если люди следуют учению Будды, если люди следуют тем наставлениям, которые оставил нам Будда Шхемуни, если люди накапливают благую карму, совершают только благие дела, то ему не страшны никакие негативные прогнозы следующего года. Дословно «зул» переводится как «лампада». Многие зажигают их на алтарях с молитвами о благополучии всех живых существ. А вместе с тем читают мантры о продлении жизни. Светлана Аджива, Борис Анжураев, информационная программа «День республики». На этом у меня все. Стретимся ровно через неделю и подведем очередные итоги. Редактор субтитров А.Семкин